МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжают информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И прямо сейчас коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понимая о том, что количество пациентов у нас растет, и такие приняты были беспрецедентные решения, выделены средства, и мы сейчас будем закупать в ближайшее время 300 концентраторов. Еще один госпиталь и продление режима повышенной готовности. Помогут ли новые меры в период второй волны коронавируса? А мы получились заложники всего этого. И теперь самое ценнейшее у человека – это жизнь. И 46-летний мужчина из-за того, что тут перекрыто, умер. Когда даже трагический случай не повод снести забор, кто чинит препятствия машинам пожарных, скорой и детским коляскам. Этот пассивной комплекс разрезает почву. То есть, условно говоря, как ножом, диском таким разрезает. И в эту щель сеется зерно, по всеми проводам идет. Новый подход к сельскому хозяйству от аграрного университета. Почему ученые уверены, землю не нужно пахать? На базе 4-й больницы в Новосибирске открыли еще один ковидный госпиталь. Пациентов с коронавирусом там начали принимать уже сегодня. Ситуация развивается стремительно. И режим повышенной готовности в связи с пандемией в регионе решено продлить до конца года. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Андрей Травников. Регион еще не вышел на плато, считают в Министерстве здравоохранения области. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксировали еще 178 подтвержденных случаев заражения. Четыре пациента скончались. В отделениях реанимации находится 126 человек. И звонки в скорую на этой неделе поступают непрерывно. В помощь колл-центру номера 124 направили 30 студентов-медиков. А в ковид-госпитале приобретут дополнительные защитные костюмы и кислородные концентраторы. Понимая о том, что количество пациентов у нас растет, и такие приняты были беспрецеденты решения, выделены средства, и мы сейчас будем закупать в ближайшее время 300 концентраторов. Закуп концентраторов выделено 29 миллионов. Это мы создаем таким образом запас, который постоянно расходуется. Они идут на работу во всех ковидных госпиталях, распределяются в зависимости от расхода непосредственно в медицинских учреждениях. Специалисты Минпромторга сегодня провели рейд по торговым точкам города. Вместе с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора проверяли, как продавцы и покупатели соблюдают масочный режим. Есть нарушители, рассказывает Александр Шпак. Обычный торговый центр, где как на рыночной площади можно купить все, что угодно. От мяса до книг. Так, продавцы друг друга знают о том, что в здании проверка быстро передают и сразу маски на нос. Правда, не все. Дамы из ювелирного отдела, например, упорствуют, ноздрей не прячут. А как дышать, если не на носу? Вы знаете, что маска воздух вообще не пропускает? Маска должна быть на носу. А вы знаете, что на воздух вообще не пропускает? Ну, посмотрите, я сейчас в маске. А в ответ тишина. Сотрудники полиции вежливо просят – наденьте. На тех, кто не подчиняется требованию, составляют протокол. А дальше уже суд решит – штрафовать или выписать предупреждение. Юридическое лицо может отдать за нарушение закона до 300 тысяч рублей. При виде камер и людей в форме продавец молочного отдела маску надела быстро. А вот физические лица за нарушения платят меньше – от 1 тысячи до 30. Может быть, поэтому чаще, чем продавцы, пренебрегают общим для всех правилам. Этот пожилой господин попал в их число. Считает, что собственный комфорт важнее, чем здоровье окружающих. Маску носите на подбородки. Ну, мне так удобнее. Так снимите ее тогда. Может, она на лоб, может, она тянется. А у меня так удобнее. Такого непробиваемого безразличия никто больше не проявляет. Нарушителей хоть и много, но по первому требованию они надевают маску. А потому отделываются устным замечанием полицейских. То, что они одевают, это уже хорошо. Это, кстати, одно из достижений вот этих, может быть, контрольных мероприятий. Пусть и не всегда добровольно, но новосибирцы понемногу привыкают к дисциплине. По закону, основание для нахождения в общественном месте без маски может быть лишь одно – медицинский запрет. Но не устный, а письменный, подтвержденный печатью и подписью врача. Но у нарушителей такой справки нет. Александр Шпак, Дарья Хуторная, Новости ОТС. Комсомольцам всех поколений посвящается. Сегодня в Новосибирске торжественно открыли памятную стеллу. В 2020 году комсомольской организации столицы нашего региона исполняется 100 лет. Строительство второго железнодорожного моста через ОПИ. Возведение крупнейших в области цементного завода и металлургического комбината. Ни одна ударная региональная. Да и всесоюзные стройки не обошлись без комсомольцев из Сибири. Советская молодежь защищала родину на фронтах Великой Отечественной войны. Памятную стеллу установили на Комсомольском проспекте. Историческое место в нашем городе. Там в 2020 году находилась первая комсомольская ячейка, созданная в Новосибирске. Нужно однозначно признать, что комсомол это великая сила. Это школа жизни, школа управления. Это мощная организующая сила. И на самом деле воспитательная сила. И на самом деле все, что мы сегодня пытаемся делать в рамках разных проектов, разных общественных, государственных организаций, занимаясь патриотическим воспитанием, поддерживая молодежные инициативы и гражданскую активность, все это несколько десятилетий назад было собрано в четкую, единую организацию, и которая оставила в истории нашего государства очень серьезный положительный след. Уважаемые комсомольцы, еще раз вас с праздником, с юбилеем, со столетиям. Пусть дело комсомола живет всегда. Жители целого микрорайона в Новосибирске возмущены установкой забора. Перегорожен проезд к жилым домам, перекрыт доступ пожарным машинам, скорым и мусоровозам. Что интересно, множество проверяющих организаций признали преграду незаконной, но ворота с табличкой «Частная территория» так и остаются на месте. В железнодорожный район отправился Александр Попов. Это единственный внутриквартальный въезд для грузовых и пожарных машин целого микрорайона. Суды и мэрия периодически признают его незаконным. Выписывается постановление о его сносе, но уже много лет заборы ныне там. Никакие юридические основания не влияют на жителей 40-го дома на Красноярской улице. Конечно, есть табличка, есть телефоны, вроде как круглосуточное дежурство охраны, которое в любой момент может открыть проезд. На деле же вот так перепрыгивали пожарные при задымлении в 38-м доме. А на этих кадрах, объезжая перекрытый проезд, машины застряли возле 32-го дома на той же улице. А мы получились заложники всего этого. И теперь самое ценнейшее у человека – это жизнь. И 46-летний мужчина из-за того, что тут перекрыто, умер. Это, вероятно, не единственный трагический случай из-за затрудненного проезда. У нас в первом подъезде женщину сбила машина. Она, как вы считаете, инвалид, она даже ходить не может. У нас сгорел практически человек. Причем так, почему сгорел, конечно, выводы пожарные сделают. Вместе с несколькими высотками отрезанным оказался и детский сад. Приходится несколько раз машинам служебным привозить продукты, потому что большие машины здесь проехать просто невозможно. Также проблемы были у нас с вывозом бытового мусора. Большая машина здесь не проезжала. И несколько лет, ну, два года это происходит, и мы были вот в таком сложном состоянии. Сейчас перевозчик пошел навстречу и вывозит мусор малогабаритным транспортом. Однако в элитном сороковом доме не замечают появившихся у соседей проблем. И утверждают, что проезды остались. Ну, нам мы получили ответ, что все доступы спецавтотранспорта есть в наличии. И их несколько. И привели пример. Значит, вот арку 28-го дома, где он вообще не проходит. Действительно, пожарные машины с лестницами в таких узких проходах вряд ли развернутся, да и рисковать не будут. Еще хуже ситуация при заезде с улицы Челюскинцев. Бывшая пешеходная зона вообще не приспособлена даже для проезда малолитражек. Поэтому единственный пожарный проезд остается здесь. И мэрия неоднократно признавала это. Дороге был присвоен статус серветута. То есть ворота должны быть открыты постоянно. Товарищи, нужно контролировать все. Не просто издать серветут, а проверить, как он выполняется. Потому что там дети, здесь столько людей. Мы что будем это видео, как лазают пожарники, говорят люди смотреть каждый год? Это же страшно. Это ужас какой-то. В начале ноября состоится очередной суд. Возможно, он поставит точку в коммунальном противостоянии за несколько метров дороги. Александр Попов, Константин Менин, Новости ОТС. Продолжаем выпуск. В Новосибирске стартовал пятый международный форум городские технологии. Кроме обсуждения насущных проблем, несколько компаний представили разработки, которые могут помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подробности в сюжете Станислава Блинова. Прикладывайте руку, зеленый свет можно проходить. Все нормально. Уникальная российская разработка способна определить не только наличие запрещенных предметов у входящего человека, но и повышенную температуру. Такого комплекса пока не делает никто в мире. В Новосибирске эти установки уже поставили на некоторых предприятиях и в учебных заведениях. Возможна интеграция данного металлодетектора с тепловизором, интеграция с турникетами, интеграция с шлюзовыми кабинами, кабинами дезинфекции. Центральная тема форума – решение задач, которые сегодня стоят перед муниципалитетами и коммунальными хозяйствами с помощью искусственного интеллекта и технологий умного города. Не только для борьбы с коронавирусом, но и в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Самое перспективное – это, конечно, контрольное оборудование, которое позволяет при больших потоках людей, либо это школьники в учебные заведения, либо это очередь на транспорт, ну, метрополитен или даже автобус, вот быстро снять параметры, снять температуру, обозначить человека. Одна из представленных разработок терминал для определения температуры тела и распознавания лица человека. Распознавание происходит по контрольным точкам, и прибор способен узнать человека, даже находящегося в маске. Для этого нужно замереть перед прибором на доли секунды. Пожалуйста, проходите. Отовременно меряется и температура 36,7. Можно проходить. За два дня проведения форума ученые, эксперты, представители инновационных компаний и чиновники из разных городов мира в онлайн-формате обменяются опытом и обсудят лучшие практики внедрения технологий Smart City в городское хозяйство. Станислав Блинов, Евгений Павлов, Новости ОТС. Пандемия коронавируса и ограничения не помеха для празднования Дня народного единства. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра региональной политики Светлана Шибаева. По ее словам, все запланированные на этот день мероприятия состоятся. Правда, в большинстве случаев в онлайн-формате. По данным Минрегиона, в общей сложности на 4 ноября запланировано больше тысячи мероприятий по всей области. Участников ожидается около 100 тысяч. К примеру, к празднику приурочена акция День народного единства в лицах. Интернет-пользователи могут разместить в сети ролики об истории своей семьи, о добрых делах или конкурс рецептов любимого национального блюда. Подключаться к празднованию музея, театра, библиотеки в районах области. Так, на базе ГПНТБ уже со 2 октября и до 16 числа выставка всероссийского фотопроекта «Россия. Полет через века». Познакомиться с экспонатами можно будет как очно с соблюдением всех санитарных мер, так и онлайн. Наши сознания меняются, наши привычки меняются не в принципе день от дня, но и в связи с событиями, и с событиями особенно 2020 года. И на самом деле это нормально. Это нужно очень положительно воспринимать и искать новые формы, и самое главное — тянуться к близким, к добрососедским отношениям. Собственно, День народного единства под хэштегом «Мы вместе» он ориентирован в новом смысле, в современном смысле, именно на этот формат. Действительно, это единство. Действительно, мы вместе. Действительно, сложные времена. Будь то война, будь то пандемия. Нужно преодолевать вместе. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Заступая на службу, сотрудники ведомственной охраны не знают, с чем они могут столкнуться на очередном вызове. Поэтому с собой берут полный комплект защитной экипировки. Мы впервые нашли наголовник шаманский, судя по оловянным отливкам и крупному бисеру. Ну, как минимум, это третья четверть XVIII века. «С правой стороны здания вы видите возвышающуюся пристройку. Это, которая символизирует трубу паровоза». В Академгородке уволен руководитель скандально известной управляющей компании ДКУ ННЦ Игорь Гробовский. Напомню, в начале октября депутаты Советского района от партии КПРФ обратились к министру образования России с предложением о замене руководства во избежание рисков захвата государственного предприятия. Тогда удалось собрать около 600 подписей местных жителей. Гробовский перешел работать на этот пост из УЖКХ Октябрьского района, которая входит в московский коммунальный холдинг. И вот теперь в Министерстве науки приняли решение о смене руководителя. Исполнять обязанности директора сроком на один год будет главный инженер компании Валерий Кис. Сегодня сотрудники вне ведомственной охраны Росгвардии отмечают профессиональный праздник. Традиционно, на посту. О том, что значит патрулировать улицы и следить за общественным порядком. Дмитрий Антипов. Перед выходом в патруль бойцы вне ведомственной охраны получают новые ориентировки. Вооружаются, забирают защитное снаряжение. Заступая на службу, сотрудники вне ведомственной охраны не знают, с чем они могут столкнуться на очередном вызове. Поэтому с собой берут полный комплект защитной экипировки. Здесь у нас идет легкий шлем ЗШ-1, бронежилет Кора, внутри которого у нас находятся мягкие кевларовые бронюэлементы и защитная бластина 2-го класса. Такого достаточно, чтобы защитить от пули, выпущенной из пистолета, ну и уж тем более от ножа. Появились и нововведения. Теперь у каждой группы охранников, помимо бронезащиты, есть и противовирусные комплекты. Дело в том, что под защитой вне ведомственной охраны находятся учреждения, где людей лечат от коронавируса. Однако чаще всего сотрудникам приходится иметь дело с более обыденными сценариями правонарушений. Магазин «Масленка». Сработал первый шлиф. Входные двери. Принял 9-15. Сработал «Масленка» автогенную. Тут 2-2. Поехали, Кирова. По сигналу тревоги бойцы немедленно выдвигаются на объект, в который проникли злоумышленники. Прибывают всего через несколько минут. Как правило, взломщикам не хватает этого времени, чтобы сбежать с награбленным. Бывает, что оказывают сопротивление. Однако возникают ситуации, когда по нажатию тревожной кнопки в супермаркете из-за попытки украсть банку тушенки приезжает наряд с автоматами наперевес. По прибытию на вызов на какой-либо. Мы не знаем конкретно, что там происходит. Нам никто не докладывает об этом. Мы можем приехать при выяснении обстоятельств каких-либо срабатываний ГТС. Может, произошел какой-то грабеж, либо кража, либо нанесение каких-то тяжких телесных повреждений. Но бывают такие моменты, что люди в алкогольном опьянении начинают провоцировать сотрудников. На территории Новосибирской области под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находятся около 30 тысяч квартир и почти 9 тысяч помещений юридических лиц. И это далеко не все. Основными целями и задачами, которые ставятся перед подразделением вневедомственной охраны, это непосредственно охрана объектов государственной важности, охрана объектов юридических и частных лиц, и также участие в охране общественного порядка, общественной безопасности на маршрутах патрулирования, расположенных на территории города Новосибирска и Новосибирской области. Кроме охраны объектов и обслуживания сигнализации, сотрудники Росгвардии занимаются и поддержанием порядка на улицах. Порой получается так, что на месте они оказываются быстрее полиции. Только за этот год сотрудники вневедомственной охраны предотвратили почти 4 тысячи попыток крашу имущества и поймали почти 300 человек, находящихся в уголовном розыске. Дмитрий Антипов, Алексей Баженов, Новости ОТС. Тем временем военнослужащие и гражданский персонал воинских частей 41-й армии Центрального военного округа написали правовой диктант. В этом всеармейском мероприятии приняли участие больше 8 тысяч защитников Родины из Новосибирской, Кемеровской областей, также Алтайского края и республик Тыва и Хакасия. На территории военных объектов организовали больше 50 площадок. За полчаса участникам предстояло ответить на 25 тестовых вопросов. Перед диктантом помещение продезинфицировали, а личный состав сел за парты в масках. Как справились с заданиями участники мероприятия, сообщат чуть позже. Проведение данных мероприятий считаю довольно-таки полезным, потому что военнослужащие могут узнать о том, на что они могут рассчитывать в дальнейшем, если они собираются проходить военную службу по контракту при завершении военной службы. Передовые хозяйства Новосибирской области начнут использовать новые методы при посевных работах, без глубокой спашки земли. Так удастся сохранить естественную питательную среду в почве и увеличить урожайность. Помогут селянам ученые из Аграрного университета. Их разработки уже оценили именной премией областного правительства. Сергей Толмачев побывал в лабораториях, где изучают проблему выращивания яровой пшеницы. Здесь чистая дистиллированная вода и почва из поля. Просто почва. Свежая почва. 10 грамм почвы. Образцы земли из разных районов. Готовят пробы над горелкой, чтобы огонь уничтожал споры в воздухе. Через неделю по этой смеси можно будет определить содержание микроэлементов. Исследования показывают, что состав почвы во многом зависит от того, что именно на ней выращивают. И можем уже говорить о какой-то зависимости, что после злаковых культур, если там они возделываются 5 лет и более, снижается количество микроорганизмов в почве по стране между тем же самым горохом или рапсом, после которых оно увеличивается. На глубине в несколько сантиметров удивительное биологическое разнообразие. Вредные для растения бактерии борются с полезными, как антитела с вирусами. Но есть еще один невидимый глазу враг – микроскопические грибы, для которых питательная среда – продукты гниения корней. Вот такой гриб называется биполярис сорокиниана. Он опасен тем, что может около 5 лет просто спать в земле, но когда туда попадает зерно, он начинает его атаковать. Образуется корневая гниль. Ну а этот, под названием фузариус, опаснее втройне. Во-первых, он живет до 15 лет, а во-вторых, выделяет ядовитые токсины. Для того, чтобы победить коварные грибы, ученые советуют чередовать культуры на полях. Год пшеницу, год рапс или донник. Но на практике это невозможно. Поэтому есть другой метод – технология «ноутил», когда землю не пашут и сохраняют в ней экосистему, близкую к природной. Как в лесу, который сам себя восстанавливает. Этот пассивной комплекс разрезает почву. То есть, условно говоря, как ножом, диском таким разрезает. И в эту вот щель сеется зерно, по семи проводам идет. И на определенную глубину уже, что, например, у нас поле должно быть выровненное. В чем специфика? Должно быть ровное. Сейчас же точное земледелие, мы можем все посмотреть на компьютере, где какие, да, кислотность, PH, количество элементов. Он может точно наносить там столько-то минеральных удобрений, столько-то там азота, фосфорокалия. При такой технологии сохраняется влага, которой в последние 10 лет становится все меньше. Мониторинг показал, в Новосибирской области увеличиваются периоды засухи. Методика, которую разработали в Аграрном университете, позволяет рассчитать оптимальную плотность и глубину пассивов. Ученые уверены, в будущем перепахивать землю не станет никто. Но пока такая технология – дорогое удовольствие для большинства сибирских хозяйств. Сергей Толмачев, Константин Менин, Новости ОТС. Куклы духов и ритуальные покрывала. Новосибирские этнографы показали находки из последней экспедиции предметом больше двух веков. Их привезли из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. О загадочной культуре коренных народов Севера. Екатерина Стывко. Судя по ткани, по колокольчикам, это покрывало сделано в начале 20 века. Покрывало с орнаментом и шлем для небесного всадника. Это атрибуты религиозных обрядов древнего народа Ханты. Несколько раз в год они приносили жертву духам – лошадей или оленей. На предметах – необычный узор, смысл которого теперь будут разгадывать ученые. Последняя экспедиция оказалась богатой на сюрпризы, говорят этнографы. Мы впервые нашли наголовник шаманский, судя по оловянным отливкам и крупному бисеру. Ну, как минимум, это 3-4-18 века, то есть эпоха Екатерины II. Он надевался вот так вот на голову шаманам во время того, когда он камлал. Шаманская шпага для ворожбы и необычные куклы. Это и термы – вместилища душ усопших. Такие были в каждой семье. Их почитали, наряжали, передавались поколение в поколение. Пока ученые только ищут разгадку, от чего зависел внешний вид фигур, размеры и обличия. У каждой свое. Ритуальные предметы – редкость. Но в этом году новосибирским этнографам повезло. Нашли целых девять. Например, эти ложки. Их ханты никогда не использовали в быту. Ими кормили духов. Например, клали оленину или рыбу. Этим находкам около двух веков. Этнографы исследуют места древних поселений, народов ханты и манси. Каждый предмет – ключ к разгадке их культуры. Ученые относятся к традициям с уважением. У нас есть одна священная протока, на которую мы продвигаем. Мы проезжая эту протоку, всегда кидаем монеты. Мы даже размениваем денежку маленькую, чтобы было что кинуть. Но это благодарность духам. Другая группа этнографов работала в Новосибирске. Изучали быт первых новониколаевцев. Собирали историю в старых деревянных домах. В этом году нашли целый сундук с полотенцами, который принадлежал старообрядцам. Чтобы соткать одно такое, мастерицам конца 19 века приходилось трудиться около месяца. Орнамент непростой. В нем библейские мотивы, но вместо виноградной лозы – цветы и листья. Все эти находки теперь останутся в Институте археологии и этнографии СОРАН. Екатерина Стывко, Борис Гладких. Новости ОТС. Новосибирские пенсионеры сдали экзамен в рамках программы «Серебряный гид». И теперь будут проводить экскурсии и рассказывать о городских достопримечательностях туристам. О том, как маленькая деревянная станция превратилась в могучее здание вокзала Новосибирск-Главный, и о том, с какой точки нужно смотреть на его фасад, чтобы его очертания напомнили паровоз, вы можете узнать от экскурсоводов. И сегодня экскурсоводы не простые, а пожилые. Вместо умиротворяющего вязания и утомительной прополки огорода, эти пенсионеры выбрали иное хобби – проведение экскурсий. Этому мастерству они обучились в рекцентре «Серебряного волонтерства». Сегодня сдают выпускной экзамен. В группе шесть студентов – пожилые дамы. Одна из них – Светлана Пыстина. Открывает нам архитектурный секрет Новосибирского вокзала. С правой стороны здания вы видите возвышающуюся пристройку, которая символизирует трубу паровоза. В запасе у нее еще много фактов, которые могут удивить туриста. Для того, чтобы провести одну сорокаминутную экскурсию, Светлана потратила на изучение темы 40 часов. Благо, на пенсии. Времени хватает. Экзамен держит достойно. Проверяет куратор проекта «Серебряный гид» – экскурсовод с сорокалетним стажем. В проекте записано так – учусь сам и учу других. Поэтому те, кто сдавал экзамен в прошлом году, сегодня сами экзаменуют. Пройти кастинг и стать «Серебряным гидом» может любой пенсионер бесплатно. При этом пользу, которую приносит такое хобби, и рублем не измерить. Вот я так и хотела это сказать, что мы бегом от «Сгеймера» убегаем, развивая свою память, запоминая. Мы запоминаем очень большой массив текста. А затем пересказываем его другим. Так, во время декады пенсионеров на лекциях, которые провели пожилые экскурсоводы, побывало больше трехсот слушателей. Ко мне подошла женщина и говорит, а вы знаете, что здесь когда-то был колчак? Я говорю, знаю. Потом я начала рассказать про Михайловский лог, который сейчас Димитровский проспект, да, ну и так далее. Она была поражена, она говорит, а я хотела вас поймать на этом. Поймать «Серебряных гидов» не так-то просто. Фору дадут молодым. Сегодня в Новосибирске по итогу экзамена стало на шесть экскурсоводов больше. Любопытно, что многие пожилые волонтеры раньше никогда гуманитарными науками не занимались. Работали инженерами, бухгалтерами, металлургами. Александр Шпак, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Это все новости на сегодня, 29 октября. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. Берегите себя. Здравствуйте. Прогноз на 30 октября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Влажность 89%. Температура ночи минус 2,0. Днем от 0 до плюс 2. В последующие двое суток ожидается пасмурная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в субботу 0,2. В воскресенье плюс 2,4. На этом о погоде все. С вами была Мария Лунева. Прекрасного настроения и хороших выходных. Редактор субботров А.Семкин Корректор А.Егорова